Все люди хотят иметь хорошую кожу, красивые, здоровые волосы. И собаки тоже, и не только выставочные, но и просто домашние любимцы. Но важно помнить, что кожа и волосы, а в нашем случае шерсть, это зеркало здоровья. Если в организме что-то неладно, то это сразу отражается на внешности. Кожа становится сухой или слишком жирной, болеет, шерсть тускнеет, редеет, выпадает. Собака постоянно чешется, выгрызает себя. В общем, признаков много. Чтобы это исправить, нужно сначала выяснить, нет ли серьезных заболеваний у собаки. Или же это нехватка витаминов и других полезных веществ в организме. В первом случае мы лечим собаку под руководством ветеринара. А во втором добавляем собаке в ее основной рацион специальные добавки для кожи и шерсти, коих в продаже есть великое множество. Поговорим сегодня о них подробнее. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна Амельяненко, питомник лабрадора, From Labraland, город Одесса. Занимаюсь лабрадорами с 2002 года. Итак, поехали! Как и у людей, питание играет жизненно важную роль в здоровье вашей собаки, включая ее кожу и шерсть. Я не устаю повторять, что вашему любимцу нужно хорошо сбалансированное, богатое питательными веществами питание, которое включает правильное сочетание белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Признаками недостатка витаминов могут быть кожные заболевания, частые раздражения кожи, неприятный запах от кожи, тусклая, сухая и секущаяся шерсть, выпадение шерсти, кроме сезонной линьки, повышенная загрязняемость шерсти и кожи, сопутствующие проблемы с когтями, когда они расслаиваются и ломаются. Вот 5 ключевых питательных веществ, которые непосредственно влияют на кожу и шерсть собаки. Первое. Жирные кислоты омега-3. Они помогают шерсти сиять, стать мягкой и шелковистой, прямо как в рекламе. Но дело не только в том, чтобы хорошо выглядеть. Если кожа вашей собаки эластичная, а шерсть блестящая, это показатель хорошего здоровья. Жирные кислоты омега-3 помогают увлажнить кожу собаки, что в свою очередь может помочь уменьшить линьку, предотвратить появление перхоти и уменьшить зуд. Второе. Биотин. Этот витамин иногда называют витамином H. Он также известен как B7 и на самом деле является частью группы витаминов группы B. Возможно, вы уже знакомы с биотином, так как он популярен у людей для укрепления волос и ногтей и для производства жирных кислот, которые помогают питать кожу. В вашей собаке ветеринар тоже может порекомендовать биотин для эластичной кожи и блестящей шерсти. Также считается, что он помогает при дерматите и может предотвратить выпадение волос. Третье. Витамин Е. Это важный жирорастворимый витамин, который может вернуть блеск шерсти вашей собаки и сделать ее кожей эластичной. Некоторые собаки получают достаточное количество витамина Е из своего рациона, в то время как другим может потребоваться давать его дополнительно. Если у вашей собаки дефицит витамина Е, то это может увидеть по таким признакам сухость кожи, перхоть и раздражение на коже. Витамин Е можно принимать перорально, а масло витамином Е также можно наносить непосредственно на кожу. Его часто прописывают ветеринары при сухости кожи и зуде, а также при некоторых аллергиях, которые проявляются дерматитом, особенно в ушах. Четвертое. Витамин А. Это еще один важный витамин, который необходим для кожи и шерсти, помимо других его полезных свойств. Его прописывают в случае, когда кожа шелушится или есть сиборея. Витамин А содержится в поливитаминах для собак, а также в яичных желтках, печени, рыбьем жире, капусте и моркови. Однако не переусердствуйте с этим витамином, так как его переизбыток может быть токсичным для вашей собаки. Пятое. Цинк. Это важный минерал, помогает не только щитовидной железе и иммунной системе собаки функционировать должным образом, но также способствует заживлению раны, способствует здоровью кожи и шерсти. С другой стороны, дефицит цинка и может привести к выпадению волос и проблемам с кожей. Также для здоровой кожи и шерсти собаке требуется медь, которая участвует в синтезе тканей, пигментов и белков, и линолевая кислота. Если ее недостаточно, шерсть животного будет тусклой и сухой, и начнет выпадать. Обратите внимание на то, что избыток витаминов так же плох, как и недостаток. Не назначайте прием витаминов самостоятельно, обязательно обратите их к специалисту. Возможно, часть витаминов и минералов ваш питомец уже принимает в достаточном количестве, с сухим и влажным кормом, мясными субпродуктами или угощениями. Поэтому не торопитесь давать ему витамины, предварительно проконсультируйтесь с ветеринаром. Когда давать собаке витамины для кожи и шерсти? В зависимости от времени года, а также возраста и состояния собаки, ее потребности в питательных веществах для шерсти и кожи будут разными. Если диета сбалансирована, добавлять в нее больше питательных веществ нужно во время весенней и осенней линьки, беременности и лактации, взросления щенка, лечения и реабилитации. Витамины, которые легко усваиваются, также нужно давать собакам с заболеваниями кишечника, которые не позволяют получать питательные вещества из обычной пищи. Активность и возраст тоже серьезно влияют на потребность в витаминах. Активная молодая собака будет нуждаться в более насыщенной диете. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного.